поехали а да я обратил внимание что сегодня в заехать у нас отсутствует 24 номер один из братьев ященковых алексей ященков итак сегодня игра ротар против феникса матч 2 тура казанской футбольной любительской лиги стадион ракета время 9 часов погодка отнюдь не футбольная всего 5 градусов на улице всего 5 градусов с другой стороны стоит ожидать скоростного футбола поручились алексеем ященковым как раз не заявлен на сегодняшний матч итак то что я вижу сегодня на поле шестнадцатые рамиль штиряков номер 22 антон ященков номер 5 иринат номер 5 кто у нас игорь гадал байдулин а вернулись обратно да ну хорошо мы посмотрим еще раз номера формы в воротах да сегодня ленар шейхуддинов номер 1 вот игорь губайдулин играет под пятым но хотя в заявке на по тридцать вторым какая техническая неисправность будет исправлена номер 77 кирилл торбин номер 34 илья петров номер 6 ранее позиахметов номер 17 марат шегапов номер 22 антон ященков и номер 55 максин завражен вроде никого не забыл всех перечислил ой 88 прошу прощения максин завраженов а номер 8 денис числов да но это вот те кто выходит сегодня на поле а марат шегапов да остается нет вы не выходите на поле в запасе я отсюда вот с комментаторской позиции вижу номер 3 олег кочин марсель ибрагимов 4 ринат модулин 9 ринат фахриев если я не ошибаюсь 90 номер роман гатаулин да вижу 14 номер и 44 44 не играющий рамиль гениатов и дамир аюков номер два это все что касается состава ротар на сегодняшний матч состав феникс к сожалению не знаю ни по номерам ни по именам но да и бог с ним с фениксом и пока команды здороваются кратенько о содержаниях предыдущих серий номер 7 номер 7 дай бог памяти дмитрий иванов в основе еще сегодня куча ну вроде бы никого не забыли всех отметили еще раз повторить составе ротара и вот действительно пока команды собираются краткое содержание предыдущих серий как я уже говорил в первом туре ротар одержал победу 4 2 проигрывая по ходу встречи 0 2 и забив как буквально последних там десяти пятнадцати минутах три мяча четыре мяча обыграна была команда чечевица второй раз на футболе еще вместе с нами сезон и феникс в свою очередь тоже одержал победу в первом туре со счетом 3 2 сейчас мы заглянем мой склерозник и посмотрим f1 была обыграна соответственно ротар сейчас благодаря больше разницы мячей идет на шестой позиции у него 4 2 плюс 2 по мячам и феникс на десятой позиции 3 2 по мячам плюс один стартовый свисток начинают наши у мяча алексей щенков стартовый свисток прозвучал шигапов торген там боролся за этот мяч пропустил и что феникс на первых же минутах бежит атаковать шахутину вот такое уже бывало в истории ротара мы не так быстро это была первая минута матча здесь еще могу ответить что по моему такая некая несогласованность действий вратаря защиты была ленар был на накрытие что он идет на мяч играет этот мяч числов шигапов потеря торген обыграл слева визави хотя ахметов пас вперед ященков антон и получает по ногам штрафной так у стандарта нужно подобрать и что будет использовать да забыл представиться собственно говоря кто комментирует и снимает для вас сегодняшний матч на фотоаппарате вернее в руках с фотоаппаратом Дамир Абрулин за об этом потом ой какой неплохая передачка подачка вернее была там можно было взять мяч зацепиться вечно запасной 33 номер Тимур Валеев за рулем камеры и соответственно микрофоном и и очередная атака феникса и не нравится мне право флангу феникса а нарушение в атаке вернее в каком плане не нравится феникс этого конечно должен нравиться вторая атака пришла оттуда соответственно левый фланг обороны нас немножко страдает за враждах домашняя заготовка голову пустые это марат не народ реально домашняя заготовка ну все слышали комментарии Алексея Яченкова по этому поводу тут не прибавить не отнять не прибавить как говорится с кем можно согласиться только 0-2 в первом матче 0-1 во втором начинаем здорово Хозяхметов Яченкова Антон Яченков там двоих сейчас накрутил отдал чуть назад но никуда же в борьбу сейчас там двое чуть друг друга не чуть друг друга помешали таки в итоге опять Хозяхметов хороший навес сейчас не получится не получится Петров там подобрал этот мяч правда мяч пока у Феникса остается аут тем временем нет 4 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 опасный момент сейчас у ворот 2 и смотрите опять опасность пришла с правого фланга и опять по центру Шахудинов нет мяч летел мимо ворот с ноги далеко вперед но в борьбу получается вот уже который ну не который второй мяч к ряду замечает этот момент что может быть все таки коротким пасом стоит вводить мяч сейчас будет передача направо нет не успели при коротком пасе должен быть открыт партнер ближний и желательно не один да и то по ситуации нужно смотреть сам вратарь а вот здесь все четко было сыграно как бы прочитал ход защитника вратарь а вот все таки в моменте где забивался гол где согласованность забыла и Штиряков можно отметить ошибку у Марата Шагапа в передаче началась атака атака Феникс и по большому счету можно отметить ошибки все разводивших мяч с центрального круга если на то пошло Штиряков на право же свободный игрок один там в шестой Хази Ахметов входит совершенно свободен открытый но в борьбу и в никуда сейчас вратарь заберет этот мяч совершенно верно вот то к чему я призываю с руки открытому игроку ну это да если по ситуации возможности есть левым флангом на этот раз смотрите 18 сейчас троих накрутил правда передачу сделать не успеешь при этом отложено нарушение нарушение фиксирует у него не будет опасно хорошо в защите сейчас было вовремя по крайней мере вовремя он Петров да? Илья Петров 34 номер и снова мяч 18 номера пас в разрез мы свистеть не будем хотя по-моему на Петров посадил неплохо неплохо Антон Ященков флангом ну ау по крайней мере у вас соперника тоже не было не забывай ау шагапов пропустил этот мяч ау по угловой угловой Ау шагапов там ошибся и можно было решать это паспорт Ситуация в свою пользу ведется. Подача Алексея Ященкова на ниче. Забиваем! Прямо в руки вратарёк. Ну, за попытку хваля. Здесь Торбин подрубил пас. Не дал развиться этой атаке. Остановили мяч в середине поля. Левый фланг. Передача и отложенные нарушения. Да, Торбин фалил. Штрафной. Штрафной. Команду мы не знаем. В принципе, мы её не видели. Но я полагаю, что всё-таки пробить есть кому-то. Восьмой номер мяча. На вес. Удар. А почему, собственно говоря, вот так и хочется спросить, какого лешего он там один стоял, его не закрывали, а? Почему принимающий мяч игрок совершенно спокойно-то сделал, чуть ли не на линии штрафной площади и расстреливал совершенно спокойно галкибера. Куда смотрелась защита вот ситуация. Ну вот, ну, наверное, так. Пока ремень после первого паса мяч остаётся у Ротара. Дальше тоже Петров прошёл флангом. Ошибка в передаче. Мяч, оказывается, утвердится. Ошибается Шигапов. Числов чутбольно много ошибается. Шигапов. И очередная ошибка. Числов? Пятый. У Байдурин, да? Что, фол? Да. Пило. Трое сейчас, я смотрю, в защите остались. Остальная вся команда Ротара пошла вперед. Четверо в защите. Навес! Ой-ой-ой-ой-ой! Порфирьев разминается активно очень у нас. И Марсель Ибрагимов. Десять минут отыграли команду в первом тайме. 0-1 пока. Я сейчас со счета собьюсь, сколько раз Шигапов пошит все же в первые десяти минутки. Штиряков. Не был там рук. Хозяев Метов. Ну нет, то у свистеть смысла не было. Да, это был свисток в пользу провинившихся 22-й. Это Антон Ященков. Решаем! Не решили. Иванов был на позиции. Неплохой позиции, надо сказать. Числов. Что за ошибка в панке? Вынос. 34-й Илья Петров подхватил мяч. Сейчас будет свисток. Феникс разыграл, они стали навешивать. Тем временем, Феникс, вот я посмотрел, после первых десяти минут, после первых атак, сместил акцент на левый фланг. Штиряков неплохо вынес этот мяч. Аут, и можно немножко расслабиться. Игроков разобрать, чтобы сейчас... А 17 номер неплохо накручивает наших, а, защитников. Сейчас Бабайдулин так ошибся, зажег свечу над своей штрафной. Отлично, исправился. Завраженно свободный был. Какой-то получился пас в недодачу. Тихая. Нас дети смотрят. Какая-то неудачная, да? Прямо, безалаберная тогда немножко атака получилась. Штиряков. Поздно, поздно сделал передачу. Хоть и получил ее игрок. Дмитрий Иванов хороший пас. Чуть-чуть сильно. А что, я смотрю, сжигает нам судья? Нет, отворот. А, отворот. Удар, отворот. Ну, по крайней мере, сегодня игра Ротара в первом тайме не выглядит так уныло, как в прошлом. То есть, какие-то надежды зажигаются, и атаки осмысленные получаются, и пасы неплохие. Ошибаемся часто, конечно. Брак в передаче сегодня присутствует. Иванов неплохо сейчас. Ну, контратаку-то загубил. Можно было там активней. Переводим меня сюда флаг. Кто это там? Алексей, Алексей Ященков. Справа, родив Хозяхметов, открылся, а не дошла передача. Антон, да, прошу прощения. Антон, блин, блестящий. Вот просто блест. Ну, последний же. На последнем буквально там рубеже мяч отняли. Ну, в два чистейших отката сейчас просто сыграл, и здесь вообще и гол забил. Петров. Долго думает. Хозяхметов уже минут пять там, и чай успел попить. Турбин. В недодаче получилось, что за вражного, но тем не менее, мяч с охраной, ну куда это сейчас был удар? Правильный ответ, никуда. А подсел Феникс немножко. Не то чтобы подсел, а как-то это, или ротар активизировался. По крайней мере, в последние минуты десять уже таких вот острых нападок на ворота, так сказать, на левый нет. Штиряков. Вовремя успокоится. Аут. И замена, да? Нет, нет, нет. Просто устроился. А, и замена. И замена. А замена у Фениксов. Номер 22. Место номера 50. Ну просто констатируем факт, номерат нам пока ни о чем не говорят. Здесь, 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 здесь. Хозяхметов выбрасывает на Ющенкова. Хорошо. Кубайдулин. Ах, не дошла передача. Там Шигапов ждал ее. Удар! Иванов пришел в дальние дистанции. Ребята, ну пора переводить количество опасных, моментов их качества. Хотелось бы уже и мячик-то ворот увидать. А игра действительно живая. То ли погода этому способствует, то ли команда веселая подбрались. Опа, ошибочка. Хозяхметов сейчас, если бы подхватил этот мяч, там бы, конечно. Ай, не прошла передачка. Ай, еще раз не прошла, но все равно аут. Хозяхметов. Нужен навес хороший. Ну не туда же. Там Завраженов был закрыт двумя игроками. Куда? Алексей. Антон Ященков. Удар! Отлично. За попутку хвалят. А это седьмой номер Дмитрий Иванов наносил. Второй к ряду удар. Достаточно много времени в атаке. Достаточно много времени в атаке проводим. Не хотелось бы срезаться в этой ситуации. Ну что, чтобы не сглазить, конечно. 16 минут сыграли на первом тайме. Ну вот то, о чем я говорил. Не хотелось бы срезаться. А там был офсайт. Офсайт не офсайт, но в следующий раз офсайта может и не быть. У нас ни Реал, ни Барселона, чтобы каждый раз успешно создавать искусственное положение игры. И даже не Спарта. Иванов. Неплохо. Пижоним, конечно, но красиво. По-моему... А почему отворот? Что, от меня не ушел? Ну, да... Нет, уходил мяч, уходил. Но мне показалось, что в штангу он ударил с игрока Феникса. Ну, да бог с ним. Суде виднее. Вот уже Феникс перешел на дальний удар. Отворот. Нет, здесь защита. Петров окажется первым на мяче. Спокойненько его валка берет. Вот здесь только сейчас, опять же, игроков разобрать. Второй мяч, свои ворота, по такой игре крайне нежелательно получать. Вроде момента есть и все есть, а реализовать немножко. Опа! Ну, не надо было! Ну, за... Я понимаю, что игроку больно. Это игрок нашей команды. Но получилось-то свисток в пользу провинившихся. Ой, 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 как бы я... Простите, если у меня раскладывается... Так, конечно, у нас право официально... Верснов. Шигапов. Марата надо менять, конечно. Дорбин. Поздно хозяйство с реагировали на фириденчер. Шигапов здесь на подборе. Я просто прочитал, куда и когда пойдет этот мерчер. Ты, что ты их не делаешь? Феникс игра насыпался на эпизод. А вот, пожалуйста, не хотелось бы срезаться. Говорил же об этом. Сейчас будет гол. Переклазина. Ну, просто повезло. Сейчас повторный удар. Убирайте игроков, разбирайте. Ну, что это такое? Два игрока стоят спокойно, наносят удар по воротам. Ну, где защита? Ну, справедливости ради, скажем, что вот за последние, наверное, минут 15 игры это был реально первый опасный момент у Ротаровских воротов. То есть такой, чтобы прям дошло до удара и мяч в перекладину там зазвенел аж. Шихудинов. Навес. Ну, не навес, а пас вперед. Перехват. Ну, зачем? Ну, нужно, ну... Иногда пожарим в тех ситуациях, когда, ну, не нужно этого делать. Замена. Номер 4, да. Ну, читалось это замена, на самом деле. Номер 4 Марсель Ибрагимов на 17 номера Марат Шагапова. И еще одна замена. Номер 14 Роман Гатауллин появляется на поле вместо 88-го Максима Завражникова. Не пожарим, не пожарим. Надо бы выносить, наверное, в этой ситуации просто далеко и вперед. Отодвинуть сейчас игру от своих варок. Ну, вот примерно так. Корбин, Кирилл Гореш. А почему не подсказывают? Почему не подсказывают игроку? Вот сейчас элементарная ошибка в защите. Смотрите, что творится, а. А нужна была всего одна подсказка. Кирилл Гореш. Ну, это же так просто. Второй опасный момент. Феникс встрепенулся. Полностью оправдывает свое название, возродившись из пепла. Но, правда, пеплом пока голову нам приходится посыпать. Счет 0-1. На партии все активно разминается. Вот хотелось бы, конечно, Антона сейчас на поле увидеть. Какой-то свежей мысли не хватает. Антон любит финтить, умеет принять нужное, нестандартное, я бы сказал, даже решение. Ибрагимов. Ну, где же твоя бульдожи-фатка-то, Марсель? Давай, набирай уже форму. Казяхметов. Алексей Ященков. Антон Ященков. Да что ж ты будешь делать-то? Номер 22. Неплохо. А Ибрагимов пропустил этот мяч. А вот долго, а вот долго сейчас. Нужно было раньше решать этот момент. Нарушение правил совершенно справедливо. Руками там можно не разводить. Роман Гатауллин на газоне оказался недавно вышел на замену. Кто там уменьшает? Денис Числов? Да. Я знаю, сейчас будет хороший дальний заброс. Оп. Как пишет в тетрадках. Ой, ну что ж ты не обработал-то мяч-то, а? Я, по-моему, сам не рассчитывал на такое везение, что мяч просто на месте останется. А вот сейчас контратаку можно получить. Очень болезненную, я бы сказал. Штиряков. Великолепен. В который уже раз оказывается в нужном месте в нужное время. Не хватило стартовой скорости и чуть сильный пас. А вообще, обстоятельств там не было. Можно было к моменту тоже дарить вот, конечно. Из Ахметов. Не получилось установить этаж. Торбен. Выбил в аут. Отожмут его сейчас от мяча, отожмут. Прокомментируй немножко в пользу Феникса. Не самое удачное решение было вводить. Вау оттуда. Мяч, конечно, Феникс сохранил при всем проекте. Навес. Нет, не навес. Там прострельная передача была попытка сделать. И уже просто пошли запросы в трафной. Шайкудинов подобрал этот мяч и будет сейчас его. А может низом, а может с руки. Ну точно передать. Вот смотри, опять, опять отдаем мяч сами же. И получаем контратаку в свои ворота. И опять с правым флангом пришла опасность, между прочим. Возвращается Феникс на свое право, а наш на лево, на лево фланг обороны. Опасные моменты. Ну там же опытные игроки у нас. Илья Петров слева играет. А, или Денис Числов на левом фланге обороны. Ну, на левом, да. Числов и подстраховывать его Петров, так сказать, в центре схемы. Алексей там просто фантазия. Ну, я не знаю. Там Финтит, Финтит, тогда пошел. И Штеряков на мяче. Направо. Ну, Еврагимов был один, открыто. Ну, почему не дал? Передача? Нет, не дойдет. Она найдет от Ресата. А вот сейчас у Штерякова придется бежать обратно. Позитство он свой потерял, конечно. И подстраховывать сейчас не сработало. Мяч в итоге дошел таки до штрафной Ротара. Но вот только вот здесь, да, ликвидировал угрозу такую, прямую. Привратив ее в косвенную, в угловую. Ну, подашу хоть. 0-1. 0-1. По времени 25 минут. Ну, плюс-минус одна минута. Угловой. Весь Феникс практически собрал сейчас штрафной Ротара. Тут трое игроков, только один в центральном круге. Двое, скажем так, на подхвате. Весь. Опасная. Ну, сейчас друг другу помешали. Там играли Феникс. Нам повезло. Драгимов. Ященков. Прошел одного, прошел второго. Ну, не, вот так нарушение правил судья. Или что, а в сайт, что ли? Не в уфо уже. Не, ну, если, как бы, у судей за правило, что прокинуть себе на ход мяч, обойти игрока, это нарушение правил, ну, наверное, так оно и есть. Он почитал, что был толчок. А, ну, то, что Алексей, Антон Ященков толкал. Толкнул. Ну, на это есть повторы, собственно говоря. Ибрагимов сейчас просто наглухо вынес этот мяч со своей половины поля. Да и свистеть и нужно было, наверное, в момент толчка. Не тогда, когда игрок вбегал в штрафную, там, готовился нанести удар и свисток в спину. Ну, как-то, я не знаю. А вот наш. Вот, пожалуйста, все правильно. Все правильно в данной ситуации. Читвирую их сейчас с нарушением правил, останавливаю. Нет, без нарушения. По-моему, подтолкну. Все чисто. Судья сегодня порой принимают любопытные решения. Свистеть там, где на... Да, вообще, совершенно неуместно. Да, он, если честно, был бы уместный бомбер. Дальше на вторую сторону ворот Феникса. Ну, что-то было бы блокировано. Суббой удачи мне просто поставил игроку Феникса. Ну, да. На опережение, по-моему, корпусы. Еще, еще. Там, москлинился в него просто. Садись, садись. Отлично. Захметов набирает ход по-правому. Ну, что ж ты его не видишь-то? Наконец-то! Захметов набирает ход по-правому. Да, Масад. Масад. Раниц, мы ведем, Дима, Раниц. Дивизию. Раниц, ты тревожный Ильцева! Куда бегай? Гайем! Зачем бегай-то? Встреч. Да ничего, Раниц. это диалог земляков сейчас был просто и что играем играем давайте все эмоции перенесем на поле и немножко успокоимся ибрагимов ну вот сейчас он напоминает мне того ибрагимова которого мы знаем если уж не сам выцарапает то доведет до такого состояния что игрок просто ошибется и даст пасмоток торган на месте это кто сейчас так ошибся Дмитрий Иванов так срезал мяч догонишь и хоть нет не догнал а наш мяч что-то по-моему мне просто показалось как будто от игрока Феникса мяч уходил поэтому по голову я боялся вот это зачем сейчас было сделано Штиряков и Ибрагимов оттеснили его от мяча продолжает бегать продолжает цепляться как минимум в характере не откажешься если есть уж хоть эти форму немножко подрастерял характер остался ну и Штиряков по крайней мере пас не позволил сейчас сделать такой нацеленный туда Штиряков по крайней мяча Штиряков по крайней мяча Штиряков по крайней мяча я опять вот эти дальние забросы в передо от ворот они которые ни к чему не приводят а может по свиску стоит да довольно рисково но тем не менее наверное там вариантов то у Дениски не было хватать мяч и выносить его либо в аут либо к угловой только не подарить сопернику в этой ситуации на линии вратарской там и сотой доли шанса нету вратаря поймать от мечты в такой позиции так угловой сейчас естественно навес я так понимаю это была попытка исполнить так называемый сухой лист то есть сразу там в ворота мяч а Антон Порфирьев да все таки сейчас появится на поле а кого он замен Марселя Ибрагимова он замен ну положа руку на сердце да наверное сегодня Антон он на поле выглядит несколько предпочтительнее все таки наверное благодаря и в том числе и форме 30 минут сыгранных Торбин какой то горявенько прямо скажем установить мячик Штиряков что нарушение правил по свистку по свистку вот ну не стоит сейчас наверное ступать в дискуссии с арбитром а что это было сейчас замена что ли? нет а вот так да? все украшения во время мяча ну да совершенно справедливо здесь наверное они действительно мог бы не спорить оп достаточно чисто правда вал но так стоп сейчас судья проверит наличие колец ты еще за шифрует загляни и крестики посмотри ну совершенно справедливо я уж так будем считать что судья нас пусть делает с 20 угловой отворот это кто это там так? Торбин с финтил замена в составе Фениксона номер семь появился на поле девяносто второй по моему тоже кстати вышедший на замену он не выходил какой то из девяностых номеров по моему выходил на поле да там на поле интересен на самом деле чем обсуждать замену тем более не нашей команды на вес нет не на вес это перевод попытка перевода на фланг ну сейчас мяч наверно вернем это удар вы куда это наверно удар просто для того чтобы потянуть время подальше выиграть в большом счету осталось играть там 3-4 минуты первым по моему восьмой номер Денис Числов сейчас у нас на мяча по моему восьмой номер Денис Числов сейчас у нас на мяча не точная не точная вот опять обрезка же свои ворота ну может ну давайте мы прекратим вот эти дальние удары это оно конца с концом ну подожди ну просто вот который удар подряд от ворот ну не важно кто его совершенно выполняет будь то ли наши будь то Денис Числов будь то кто то другой из игроков они все становятся добычей соперника точно говорю не вру будь здоров да мир вот и подтверждение моим словам гол ой 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 а подтверждая свою теорию я скажу что все все началось с того что в вынес вынес не точный вынес в востоке а стартовый удар ввод мяча в поле после того как мы заработали право удару от ворот смотрите к чему это привело давай утром на целоворот мяч срезал сейчас на него пятого номера Игоря Кубайдулева я пошел спрашивать был ли Гоу? и замена в составе команды Ротар Ренат Ренат Ахмадуллин сейчас появится на бае, то он меняет Роман Гатаволин еще один форвард появился в составе ну в пару камон получается, к Антону Ященкову да, а только единственный, Антон Ященков он и на Тахмадуле и я вот гляжу по расстановочке там Порфирьев-то походу сейчас под нападающими будет играть я думал, что сплажей не просто икрафа получилась сейчас посмотрим и вот Ахмадуллин вступает их в игру вступает в игру вступает и угловой зарабатывает и зарабатывает угловой а побежал за мячом а теперь не бежит, а побежал по-моему по-моему, да по-моему, да по-моему, Порфирьев остается совсем-совсем чуть-чуть совсем немного времени сыграть в первом тайме а дожал я полагаю что вот это, наверное, будет одна из последних атак Ротара и потом, скорее всего, прозвучит свисток потому что у меня на тайме это 43 минуты ну, примерно, на четвертой минуте началась непосредственно игра на тайме ну, что, получится гол в раздевалочку давай неплохо, ах, Мадулин ах, как от деревянного ну, что ж ты поделаешь, а? Торбин не дай, не дай, не дай неплохо, а? Алексей ну, зачем? там совершенно открытый игрок находился, а? по-моему, Денис Числов там был на ударной позиции вот тратим свои же моменты не реализуем, я бы сказал сейчас есть действенный феникс-торопист никуда не будет 0.1 мы ведем, что называется за минуту до перерыва зачем? это даже не упрек, не упор ну, это просто это просто так должно быть ну, а вдруг я контратаку ну, даже не контратака атака получится нет, не получится получится ли у Радара Числов хороший заброс, Алексей да был этот мяч удар гол 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 1-1 и таки гол в раздевалку ну что, друзья мои быть добру судя по всему передача Денис Числов если не ошибаюсь да, Денис Числов сделал дальний навес, дальнюю передачу выверенную передачу выверенную передачу а замкнул ее Антон Ященков я вам опять назвал Алексеем я думаю, ни один из них меня не обидится 1-1 на первой минуте забили нам на последней забили мы второй тайм впереди и так начался второй матч второй тайм матча да и второй матч Ротар Ротар Феникс ну и второй матч Ротара да, в сезоне и напоминаю счет 1-1 после первого тайма ну, первый тайм вообще выдался великолепным на первой минуте пропустил Ротар на сороковой минуте пропустил Феникс Штиряков продолжается хотел был сказать продолжается атака но она действительно продолжается Иванов Штиряков Торбин на хозяях Метова нет, не хозяях Метов там ау ну что ж если так же будем создавать моменты и неплохо был, конечно, еще хореализовывать то, в общем-то определенная надежда есть Петров остановил передачу Порфирьев как собрал вокруг себя кучу игроков Штиряков пас вперед Ахмадуллин зацепился зацепился нет, не зацепился нет, все-таки толчочек ну, судя посчитал, что нарушений правил там не было Ахмадуллин снова пас вперед ну, гол забили, да только не все ворота Антон Порфирьев сбрасли аут Кэзи Ахмедов сейчас запутался в мяче опасно здесь, вроде, защита отработала на первой волне до конца второй волной атака пошла у Феникса Денис Числов спокойненько разобрался развернулся мяч в аут выдал мяч в аут убивал мяч в аут на этот раз на пути мяча встал Антон Порфирьев игроков бы неплохо разобрать слишком много свободных игроков в поле там есть кому разогнаться сделать передачу оттуда от ворот оттуда от ворот Числов с мячом на левом фланге передача туда ближе к центру Порфирьев Кубайдулин и еще раз в центр там Ахмедулин мяч похватил Ренат по ходу играет все-таки не такого ярко выраженного форварда все-таки ближе к середине действует вот Ахмедулин оттягивается для получения мяча туда в центр оставляя Антона Ященкова одного на атаке Числов длинный пас вперед 34-й Илья Петров не побежал ну и Петров немножко переборщил с силой этой передачи а не забуду задумано было неплохо Ахмедулин сопел борьбу проиграл опасно Шахудинов на месте Кубайдулин пас в центр на Ахмедулина нет не прошла передача здесь перехват фланг свободен туда и передача следует но это в борьбу было явно наши мяч забрали Порфирьев в центр Ширякова Хозяхметов на правом фланге отдай же долго думаешь Петров ой так и себе колено повредить можем да да то самое поврежденное и соперника нокаутировать аут это ебанов отдал Числову Числову будет бросать как то да как то закрыто ну зачем там же Илья Петров спокойно совершенно в центре стоял один ближе к центральному округу можно было выбросить аут на него и вот не получить сейчас этой контратаки в 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 на повторе شر стопроцентной тут повтор смотреть не надо зацеплял зацеплял там А кто фалил я тут не рассмотрел Иванов отлично стоило ли это нарушение вот этого пенальти стоил этот момент пенальти вопрос нужно было так фалить 99,9 процентов шахудинов разгон 12 а перебить а что в бежать бежали да желтая карточка я любопытно если я считаю события на поле с участием судей происходит то горчичник за фолл в атаке то горчичник при пробитии пенальти отлично шахудинов браво браво а а а а но иванов естественно побежал благодарить за то что привез ему пенальти без вариантов сейчас угловой право не того а если я как вовремя появился там и за спин нападающих выбежал а а а а а не добежал а 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 Как-то уж больно привольно там Феникс расположился на постсупах штрафной, так спокойненько. Перепасовочка такая была, но сейчас вроде мяч отняли, забрали. Флангом пошли, не дошли, Антон Порфирьев там шел, но аут заработал. Отдать пас! Антон Пас играет! Оббрасывать, по-моему, Хайзи Ахмедову. Соображенов там. Ох, неплохо! Ну, в никуда. Зажмем! И очередной аут. Торвин побежал за мячом, он, очевидно, этот аут вбрасывать и будет. Нет, не он. Снова Хайзи Ахмедов. Да, руки были. Любопытные сегодня, действительно, принимают решения судья. Ну, руки же там были, елки-палки. Снова Хайзи Ахмедову. Товарищ, идем в сторону, руки были. Куда же не касался? Собирайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я начинаю просто... На, горышу, блядь, защитил. НЕ, ЧЕ, СТОЙ! НЕ, ЧЕ, СТОЙ! НЕ, ЧЕ, СТОЙ! НЕ, 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 НЕ. КАКУ СМОТИТО, БЛЯДЬ? СТИСКОЕ, СТОЙ! ПОСМЕСТКУ, ПОДАЧА! СТИСКОЕ, УДАР! УДАР! Не получился удар, а хорошая была передача и все там было задумано неплохо на самом деле. Лишь бы контратаку не получить Нет, не получили Штиряков мяч остановил Торбен Макс до конца пошел Завражнев Ой, хорошо Порфирьев, ну просто блестяще Выскочил сейчас Прочитал Мааа, ну зачем Но здесь нарушение правил Порфирьева оттолкнули Оттерли от мяча Так, у мяча там Изображенов и Ященков Кто из них? Макс побежал вперед в итоге Ященков на подачу Да Это был удар по воротам Удар, в принципе, прошел Сквозь стенку-то прошел Но там вот он Дальше уже не прошел Иванов Зажег свечку сейчас Высоко-высоко Завражнев там за мяч борется Попоролся Иванов Опа Нарушение правил Это будет горчичник сейчас, скорее всего Девятый номер Феникса Получает горчичник За то, что Дмитрий Иванова Уложил на газон И снова Ященков По мячах номер 22 Антон Ященков Ну здесь однозначно будет навес Там есть кому Головой сыграть Там Иштиряков я смотрю По вратарской По свистку А, разыграли Завражнев Удар не получился Порфирев на подхвате Отлично О, ну же Решаем момент Гол 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 Я не потому Что он сейчас Гол отменит Чистый или не чистый Посмотрим На повторе будет видно Была в сайте или нет Но Так решать Менять свои решения На поле Но сейчас я не могу Остановить запись К сожалению Но после игры Вообще любопытно Посмотреть повторчик Этого момента Все таки выяснить Был там в сайте или нет Ну судья давай уже какое-нибудь решение Либо ты засчитываешь гол Либо ты не засчитываешь Но Менять свои решения По ходу встречи Давай сидя Замена Давай сидя Замена Дожи Давай сидя Замена Можно Сдавай быстрее Делай меня Ну Дегаем Дегаем Встречи Давай Давай Дегаем 21 Я встал Дегаем Двойная замена В составе Феникс Тем временем Пока тут все это дело Разбирался Минут 5 наверное Задержали Пока все эти моменты Решали Был гол чистым Не был гол чистым было завидно положение вне игры не было но действительно на повторе нужно будет посмотреть турбин мяч потерял м а вот а зачем ну куда но завтра же убегал в центр не было что игрока видно порфирьев не дотянулся до мяча зато до него дотянулся петров ягубайдулин тоже а рук не было а а а а а антон ященкова передачу сделал антон ященкова горчичник а а а а а а а и удаление за вторую желтую карточку сейчас поле покинет игроку игрок феникса а я думаю и у той и у другой команды вопросов здесь все не будет предостаточно вне зависимости от того как сложится игра как матч закончится пока два один а по звиску навес удар Ну! Забивать нужно было! Завраженного сейчас спокойненько так мяча убрали, оттеснили. Аккуратно не надо действовать. Опа! Здесь да! Тут Иждяков, конечно, сейчас... Твой, твой, Макс! ...моткнул в себя соперника. Иванов, ну... А это не опасная ли игра? Завражнев ускорился. Догнал! Догнал! Нет-нет, там нарушений не было. Ну, Максим... Фигурное катание. Но, тем не менее, атака продолжается ранив. Ну, зачем? Там же справа игрок-то был. Ёлки-палки! Хозяхметов продолжает радовать. А кто там справа, кстати, был? Ну, а Антон Ищенков там был. Открытый совершенно. Ну, хозяхметов принял решение пробить. Да, ну, может быть, оно и получено. И дождичек шел. То есть, этой позиции можно было проверять. Конечно, про Тарья, но здесь... Поль-то сухой, мяч тоже. Конечно, передача там напрашивалась отлично. Числов среагировал. Завражнев. И получается толчок в спину Завражнев. Заброс на Антона Ищенкова. Ранив? Ранив, да. Хозяхметов сейчас наносил удар. Под удар ему мяч выложил Антон Ищенков. И мяч прошел. Значительно. Левее ворота. Все, холоднее и холоднее становится, между прочим. И с перед началом матча термометр на стадионе фиксировал плюс пять, я думаю, что сейчас уже ближе к нулю. Это им там на поле хорошо, тепло бегать, а здесь на комбинаторской позиции. Совершенно справедливо предъявляет Антон Ищенков претензисовым партнера Дмитрия Иванова, потому что он был открыт, а Иванов сделал передачу никуда. Числов мяч на голову поймал. Вообще, как-то... Повеселела игра после столь... Ух ты-ка! Ух ты-ка! Ух ты-ка! Провали или спровали, или слаборольный? Провали или спровали. Давай, судя! Счет становится 2-2, 22-ая минута. Бой! Бой! Ну что ж, с учетом того, как долго мы тут разбирались с заменами... не заменами, прошу прощения, а с забитым, не забитым мячом и существовавшим, не существовавшим отсайдом, то, я думаю, еще минут 25 игр осталось. Судья непременно чего-то добавит, и добавит чего-то существенного, потому что там минут 5 действительно задержка была. Порфирио. Порфирио срубили уже сейчас. Боу! Красная карточка сейчас. Красная карточка сейчас. Один на один, бой! Шультует! 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 Казань из старого, думаю, ой! Красная карточка в руках, судья, я вижу, но он опять побежал советоваться. У меня вообще вопрос, он хоть одно решение самостоятельно принять, может, нет, а? Уравнял составы, судя по всему. Что, желтая? И все-таки красный, уравнял составы до номер пять. Игорь Губайдурин покидает поле. Ну, задел, не задел, опять же, посмотрим чуть позже. А пока в равных составах команды очутились, счет 2-2. Все веселее и веселее становится играть. И удар по воротам сейчас последует с этой тачки. Я так полагаю, здесь тоже метров так двадцать пять до ворот. Моги вместе, ноги! Плюс Мелс там. Давай, давай, забей! Шихудинов готовится удар парировать. А, разыгрывают тем не менее. Здесь, ближний угол, Шихудинов прекрасно все увидел. Числов на Завражного не зацепился за этот мяч. И контратаки не получились. У Штиряков пас вперед. Никуда. На вратаря соперника. Дай на край. Двадцать пятая минута пошла. Двадцать пятая минута пошла. Как говорили лучшие комментаторы. Двадцать пятая не успела закончиться, началась 26-я. Мас пошел! Отлично! Давай! Только не фалить! Только не фалить! Проснулся Феникс, стряпнулся после забитого мяча. Очень две опасные атаки были проведены. В первую, красную карточку заработали. Во второй. Мяч и два и два в ворот не зашел. Но в одном, я думаю, со мной все согласятся, и матч смотреть интересно. Это вам не чечевица. Опять же, как бы ни сложилась игра, матч сегодня очень интересный. Штиряков пас вперед. Порфирьев. Хозях метов. Порфирьев, перехват мяча, Дмитрий Иванов. Порфирьев. Обыграл двоих. Иванов. На Порфирьева. Ну, закрутил и сам себя обманул Шексантов. Семнадцатый номер флангом атакует. Числов на месте. И выбивает мяч на угловой. Удал. Это средний! Это средний! Оон! подача и промахивается на мяча все в том числе и бьющий мяч улетает ну в некуда, в молоко поднимается это конечно неудачно очередная замена составе командра тарф Антон Порфирев заменяется на Маркцель Ибрагимова Амир Штеряков сейчас ввое в игру, заображено Амир Штеряков нет нет все правильно оставляем ну зачем? а зачем туда то? потому что мяч у них остался а мяч оставался у Ротары зачем сейчас было нужно свистеть вот сейчас свисток в пользу применившихся Маркцель Ибрагимов ну что ж приложился по мячу попробовал каково это бить поворотом до него буквально за минуту это сделал а не в Хази Ахметов я с вашего позволения немножко попью чай потому что я уже здесь мертв несмотря на веселость игры и прямо из-под ноги у Хази Ахметова сейчас на угловой мяч выбивают угловой 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 это по-моему Антон Антон что ли Ященков вернее так Ященков Ли на подаче перед воротами на ближней штанге Рамильев Тираков расположился что-то далековато высоковато и никудовато ну как Феникс проходит смотрите-ка в три пасса пол поля пробежал но здесь запнулся перевод на фланг действительно читался но не такой корявый не такой корявый число в попытке выбить этот мяч к сожалению подыграл 17-му номеру 17-й номер Шихутина ну как же так 2-3 ну как это 2-3 какой счет у тебя? 3-2 3-2 я жгу 2-3 ну да все правильно 2-3, что-то по такой игре счет к мячам потерял. Петров. Защита, защита! Ну что ж, у нас 10 минут на то, чтобы отыграться. Штиряков опустил этого игрока. И здесь Турбин просто великолепно. Правда, вот следующая передача оказалась не такой великолепной, как. Его стоперские действия. Отлично! Пошел, пошел, пошел! Штиряков этот мяч заберет и, скорее всего, Шейхудинов отпасует. Нет, ваут. Может быть, действительно стоил Ленарова. Передача. А вот в исполнении Феникса пока. Все вот плетет кружево, плетет кружево, плетет кружево. Не было там пенальти, что ли еще? Засобирается. Засимуляться на этот раз. Тут я соглашусь с представителями противоположной команды Тильдин. Гарщики-то можно было не давать. Никто пенальти не просил. Десять минут до конца. Десять. Это основного времени, если не считать того, что он добавит. Вот за офсайды. Выйти-то я и могу. Латар пока проигрывает. Счет 2-3. 32 минуты сыграно. 8 минут основного времени осталось играть на поле. И вот те компенсированные минуты, когда достаточно серьезная затяжка времени была в середине второго тайма. За минуту заставит команда «Ратар». Олег Кочин на поле появляется вместо 77-го номера Кирилла Торбина. Латар Кочин это первый появление в своемем матче. По свистку. Что, в замены побежал проверять, что ли? Продолжение следует... Продолжение следует... С prot spend... Забрался, но не было там фала, там фала не было. Иштиряков корпусом оттестился на соперника, в результате оба поскользнулись и упали, никаких там нарушений правил. Но, конечно, четвертый гол сейчас бы крайне неприятно было пропускать своего рода. Туманчик такой над стадионом впустился, лишь бы туман на дротара обеспечился. Ударьте! Ударьте! А почему так спокойно позволяем игроку взять и пройти? Там четыре защитника стоят, он один еще и угловой заработал. Шесть минут основного времени. Подача. Ух ты! Ух ты в перекладину то, как попал мяч, а? Давай не бой! Вторая перекладина, вторая в этой игре. Ух ты в терь. Тед! Дед! Ибрагимов ищет, ищет, кому вбросить. Кочин оттеснил игрока соперника, правда передача не удалась и попрошу хоть и обрезка. До изображенного опять мяча меня дашь. Это Иванов. Начислово. Кочин. А вот здесь я согласен с Антоном Ященковым. Там действительно ничего не было. Это в пользу, конечно, Феникс сейчас истоку судить получился. Иванов. Числов. Завражново оставил мяч в поле. Ибрагимов. Оп! Поп! Поп! Но мяч все-таки остался. А! Нарушение правила было зафиксировано. И у мяча футболист Феникса. Шестнадцатый номер. Рамили Штиряков добрался первым до мяча. И этот самый мяч подальше от ворот отправил. Коль, пойди, Коля! Но атака Феникс продолжается. Продолжается на левом флагом. Перевод мяча в центр. Ну ты же пинать попроси. Пошел, пошел, пошел! Пошел, пошел! Ну зачем так в недодачу-то сильно? А вот здесь, а вот здесь уже на Рамили Штирякова-то напрягивает. Замена в составе Ротара, ранив Ахметов, кидает поле, появляется на поле Марат Шигаб. Я боюсь, как бы сейчас вот кэп-то не срубили. Три минуты основного времени. Игроков, игроков! Ну это если верить таймеру на камере, то три минуты основного времени. Еще, еще! Со стартовым свистком было запущено. Было запущено выдержать второго тайма, поэтому плюс-минус 20 секунд буквально. Тридцать восьмая минута идет сейчас. Тридцать восьмая. Пока два-три. И пока, в общем-то, битбасовок особо я не вижу, потому что атаки в основном накатываются на наши ворота. Подсушил, конечно, Фениксу группу за своих ворота после третьего забитого мяча и здорово перебрался на половину поля Ротара. Практически вот вторая половина второго тайма, она вся проходит на нашей территории. Семнадцатый номер там. Марат Шагапов сейчас оттеснил игрока Феникса от мяча. Пробить тому не дал. Но мяч, правда, у Феникса остался. Ничего себе! Он еще и в позиции лежа умудрился там пробить через себя в падение. Буквально все шансы сейчас Феникс использует для того, чтобы всадить четвертый и уже относительно окончательно снять все вопросы. Ошибка Штирякова сейчас была, конечно, и очень неприятная. Шайхотинов. Шагапов, по-моему, там с мячом. Шагапов, по-моему, там с мячом. Шагапов, по-моему, там с мячом. И действия лайнсмана, и действия арбитра в поле сейчас были, мне кажется, несколько неадекватны. Вообще, конечно, судейства не обсуждаются, но тем не менее. Зачем? Зачем сейчас нужно было свистеть? Левым флангом атакует Феникс. Перевод мяча в центр. Нет, не в центр. Не все-таки в центр. И атака продолжается. Собразднов. Оттеснили его от мяча. Числов. Ибрагимова сейчас... Почин проиграл единоборство нападающему. Опасный момент. Шихудзинов на мяче. С руки, с руки, с руки. Все правильно совершенно. На Ибрагимова. И конец. Тайма. Конец матча. Со счетом 2-3. Со счетом 2-3. Ну что ж, и первый, и второй тайм получились достаточно интересными, достаточно насыщенными событиями. Игра выгодно все-таки отличалась, несмотря на то, что она была проиграна от игры с чечевицей от первого матча, который был выигран. 4-2, я напомню, в первом тайме по мячу обменялись команды на первой минуте. Еще раз напомню, Ротар пропустил на последний, забил первого тайма. И вот во втором тайме основные события развернулись на поле. К сожалению, второй тайм Ротар проиграл со счетом 1-2. И общий счет 2-3. Не в пользу нашей команды. Ну, еще раз повторюсь. Винить и Ротар не собираюсь. Да, здесь, конечно, были ошибки, причем определяющие результативные ошибки судьи. И все-таки игра мне, сегодняшняя Ротаровская игра, понравилась. В ней была видна мысль, в ней был виден смысл. Быть добрую и до следующих встреч. Поле Ротар.